всем привет выпила чашечку чая позавтракала у меня сегодня была вермишелька с сосиской вермишель быстрого приготовления теперь я готовлю суп в эту неделю решила взять гороховый сейчас покажу я положила три пакета гороха на три литра воды вот такие пакетики на три литра воды я положила три пакета гороха он у меня будет вариться что мне еще нужно будет еще я буду использовать эти ребрышки свиные муж мне их замариновал вчера вечером и я буду закладывать так они выглядят паприки он тут каких-то специях замариновал я их выложу в супик они тоже будут вариться вместе с этим с горохом говорится где-то час поварю понадобится мне еще картофель пять штучек я взяла и одну луклицу луклицу сейчас измельчу и поджарю золотистого цвета три лаврушки перец горошком соль перец растительное масло картофель буду разрезать на четвертинки потом его буду блондерить вместе с горохом выложу оттуда косточки буду блондерить луклицу поджариваем налила примерно две столовые ложки растительного масла луклицу порезала средними кубиками поджарить в золотистом цвета минут пять-семь здесь у нас все подкипает поставила я на звоночек пусть все варится сейчас нарежу четвертинками этот какого картофеля решила разрезать каждую половинку на четыре части вот так нарежу весь картофель немножко попозже он всего 20 минут варится я его буду запускать поджарился у меня надо выключать быстрее сделаю я еще печеньки мне потребуется 240 грамм этого какого муки я ее просею вот уже ситочку подготовила 180 грамм масла сливочного я его немножко растопила в микроволновке 160 грамм сахара 4 яйца разрыхлитель 2 чайных ложки и пожалуй все сейчас буду просеивать муку и все постепенно добавлять замешивать тесто и все постепенно добавлять замешивать тесто муку просею в муку добавляю разрыхлитель в муку добавляю разрыхлитель в муку добавляю разрыхлитель сейчас посмотрю еще добавлю соду пищевую потому что разрыхлителя у меня не хватило добавлю соду и добавлю немножко ванилина его нет в рецепте но мне нравится когда пахнет ванилькой он у меня интенсивный поэтому я чуть-чуть добавлю только ванилин интенсив ванилин интенсив интенсив надо будет вот записать и будет разрыхлитель вот так что добавляю еще добавляю сахар все сухие ингредиенты сначала все перемешаю соль в рецепте нету почему-то но я чуть-чуть добавлю наверное добавляю яйца добавляю яйца и добавляю размягченное сливочное масло и вот и замешиваю тесто возьму ложку печенье называются мадленки перемешали тесто теперь я взяла формочки силиконовые у меня одна старенькая одна новенькая и сейчас смажу их немножко маслицем тесто понемножку выкладываем формочки духовку я нагрела на 180 градусов можно поставить на традиционный режим я поставила на конвекцию заполняем все формочки первую партию ставлю минут на 15 до золотистого цвета ну смотрите по своей духовочке werя в порядке взял пищевар все пищевар Пока поставлю по центру, а потом передвину, чтобы две влезли. На две минутки я попозже на вторую. Все, будем ждать. У меня варится. Почти целый час прошел. Выкладываю поджаренный лучок, картофель и минут 20 еще картофель поварится. Потом положу лавровый лист, перец горошком, посолю, поперчу и уже буду потом блондровать. Картофель у меня сварился. Я вынула косточки, но решила я не блондировать, потому что этот, как его называют, горох очень хорошо разварился. Я хотела блондировать только из-за гороха. Положила туда три штучки лаврушки лаврового листа. Я посолила. Добавлю еще перец горошком. Немножко. Замороженные петрушки. Такой получился супчик. Сейчас я немножко его поподнимаю, чтобы видно вам было. Вот так разварился горох. Такой вот картофель и ребрышки. В конце посолила. Добавила перец горошком. Немножко молотого перца добавила. Три лаврушки. И замороженные петрушки. Петрушку можно добавлять прямо... Сейчас немножечко покипит и буду выключать. И вот мои кексы-мадленки. Вот эти вот первые были. Я держала дольше, чем написано в рецепте. Где-то держала 25-30 минут. Но вы смотрите по своей духовочке. Проверяла деревянной палочкой. Сейчас их выну. Положу все в тарелочку. Внимаются вроде хорошо. Мадленки, они бы получились все в петрушке. Мадленки, они бы получились более плоские. Может из-за этого там 15 минут стоит. А все-таки у меня кексы довольно высокие вышли. Поэтому, может быть, и столько времени понадобилось. Но все равно, смотрите, когда зазолотится тесто, как не выговорил. Вот. И проверяйте деревянной палочкой. Чтобы на палочке не было теста сырого. Чтобы палочка была сухая. Вот такая красота у меня получилась. Вот эти вот пчелки, они немножко побледнее. А эти покоричневее кексы сами вот такие. Вот такой формы. Здесь у меня бабочки, пчелки и бабки-коробки. Вот, кому интересно, вот так вот выглядит эта. Сейчас я ее переверну. Вот так формочка выглядит. Покупала я ее в обычном хозяйственном магазине у нас. Город Держинск, Нижегородская область. Вот это вот что-то не хочет отходить. Сейчас мы его аккуратненько ломаем все выше. Вот так. Смываем вот так бочком. Можно еще припылить сахарной пудрой. Будет очень вкусно. На второй буду делать свинину. У меня шея с картофелем, с луком, с морковкой. В горшочках буду запекать. Свинины полкило, шесть картофелем, одна большая морковка, одна луковица. Свинину нарезали кусочками небольшими. Сейчас я ее посолю, поперчу. Можно добавить любимых специй. И добавлю еще базилику. Картофель, лук, морковь нарезать небольшими кубиками. Все слоями буду укладывать в горшочки. Понадобится еще сливочное масло. Немного. Добавлю пару кусочков в каждый горшочек. Забыла, надо было посолить. Немного посолю. Добавляем. 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 Нарезаю картофель кубиками. Нарезаю так же лук кубиками. Помельче нарежу. Измельчаю еще чеснок. Чеснока в рецепте не было, но я решила немножко добавить. Сейчас по чуть-чуть буду все добавлять. Поставила духовку разогреваться на 180 градусов режим традиционный. Добавляю морковь. Добавляю чеснок. Добавляю морковь. Заключительный штрих. Еще немного подсолю овощи. Добавляю сливочное масло. Закрываю крышечкой. Поставлю в духовку на 180-200 градусов. На час примерно. Час-час десять. В рецепте жидкости нету. Посмотрим, что получится. Выставлю час десять. На час на звоночках. Все. Будем ждать. Надеюсь на сегодня все. Выпечка. У меня была. Выпечка. 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 Уже сколько осталось. Съели. Вот. Что еще. Супик мы поели. Такой супик у меня был. И вот вторую сейчас духовку. Картофель с мясом, с луком, с морковкой запекутся. Будем ждать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok